Многонациональность это дар свыше, так считают в Казахстане. Наши культуры взаимно обогащают друг друга. Так, в разные народы Кавказа танцуют лезгинку по-своему. Так, в парной лезгинке чеченского народа мужчина должен начинать танец, а девушка наоборот завершать его. Мужчина олицетворяет гордого орла, а девушка лебедя. Закон танцев. Мужчина ни в коем случае не должен коснуться даже платья девушки, а девушка ни в коем случае не должна смотреть прямо в глаза партнера. В танце молодых люди демонстрируют свою удоль, бесстрашие, силу воли и искусство обращаться с оружием. Девушки целомудри и чистоту. Когда парень вызывает девушку на танец, он ее ведет, то есть он ей показывает, что она ему нравится. Понимаете, что он выбрал ее из огромного количества, что она ему нравится, и что он готов ее по жизни вести. Такова суть танца гордого горского народа, который в 40-е годы пережил большую трагедию. 77 лет назад, в феврале-марте 1944 года, с родной земли в Среднюю Азию были изгнаны свыше полумиллиона чечено-ингушских семей. Бесчеловечное это решение мотивировалось тем, что якобы в годы Второй мировой войны многие чеченцы и ингуши изменили родине. Однако история доказывает обратное. Сыны этих народов были настоящими воинами. 36 выходцев из Чечена и Ингушетии за героизм на фронтах были удостоены звания Героев Советского Союза. В те годы этим народам пришлось испить горькую чашу до дна. В бесчеловечных условиях переезда погибло немало людей. Более 400 тысяч семей приняла казахская земля. Прошли десятилетия. Многих из переживших ужас и депортации уже нет среди живых. Но их потомки помнят все тяготы тех лет. Эта фотография была сделана в 1964 году. Это моя мать. Вот здесь тоже сестра моя. Я вторая сестра моя. Это единственная фотография, которая осталась воспоминанием о родителях у Тугус Абдулаевой. Сама она родилась в 1946 году уже здесь, в Казларде. О тех тяжелых временах слышала из уст отца и матери. Помнят их восхищение казахами. Сами пережившие страшный голодомор, они делились с переселенцами кровом и последним куском хлеба. Эта трагедия навеки объединила наши народы, говорит Тугус. Традиции продерживаюсь. Всех внуков своих учу танцевать, разговаривать учу. Блюда готовить, которые есть в национальности у нас. Мы свою национальность не бросаем. Но Казахстан, казахстанские законы у нас остаются. Потому что мы выросли здесь уже. Уже, как говорится, это моя родина. Это я здесь родилась, мои дети родились, мои внуки родились. Хотя говорят, грозные, грозные. Но я в Грозном бываю. Но мне три дня не хватает. Мне Казахстан не хватает. Тугус Абдулаева сейчас уже нянчит правнуков. За это счастье она благодарна судьбе и родной казахской земле. В этой семье с огромным уважением относятся к языку, истории, культуре казахов. Класс у нас дружный. В моем классе со мной учатся и русские, и казахи, и корейцы есть. Мы с друзьями очень легко общаемся. И конфликтов у нас чаще всего вообще нет. После окончания девятого класса я хочу пойти на кондитера. С получением права на переезд часть чечено-ингушских семей переехала на родину. Другие остались. Эта земля стала родной. Но где бы они ни были, помнят подвиг казахской души и передают из поколения в поколение своим потомкам благодарность великой степи. Аслан Сагинды, Калмат Мин Дубаев, Нижан Мазар Афшин, Канат Махамбетов. Телеканал Кызларда. Телеканал Кызларда. Телеканал Кызларда.